Продолжаем выпуск. Пассажиропоток в Толмачево вырос на треть. Только за январь через терминалы аэропорта прошли 320 с лишним тысяч человек. Это на 13% больше, чем за январь прошлого года. Сегодня в день гражданской авиации наша съемочная группа понаблюдала за работой наземных служб и экипажей авиалайнеров. Это знакомо каждому, кто хоть раз отправлялся в полет. Пассажиры находят в салоне свои места. Бортпроводники разливают по стаканам соки и минеральную воду. Потом минуты ожидания, когда наконец объявят о том, что самолет готов к взлету. Тем временем в кабине этого пассажиры обычно не видят. Проверка всех систем. Пока едешь непосредственно на вылет, можно уже готовиться к полету. У аэрофлота существует очень много интернет-ресурсов, с помощью которых мы можем, даже еще не приходя в брифинг авиакомпании, уже узнать о наличии количества пассажиров на борту, где самолет будет стоять. Можно оценить погоду, оценить состояние самого самолета, чтобы потом, придя уже, внести просто какие-то коррективы. Рабочий день пилота днем 12 часов, ночью 11. За 7 лет работы в воздухе Константин Камнев облетел полмира. Он из тех, для кого авиация была детской мечтой. Командиром судна стал совсем недавно, с экипажем общий язык нашел быстро. Командир, мне кажется, должен быть строгим всегда, в своей как-то мере. Командир воздушного судна, мне кажется, должен сама за себя все говорить. В профессиональный праздник все, как и в обычный рабочий день, и в воздухе, и на земле. Пассажиры могут видеть через стекла иллюминаторов, как специалисты техобслуживания осматривают самолет снаружи. Крылья шасси, буксировка перед вылетом. Николай Узиков в авиации 40 лет. Без его одобрения, лайнер, разрешение на взлет не получит. Он внимательно прислушивается, как работает двигатель, нет ли хлопков и вибрации. Ведет диалог с командиром воздушного судна. Он сам спрашивает у меня разрешение на запуск. Если я готов к запуску, даю разрешение на запуск. И процесс запуска контролирую, чтобы не было пожара. Ну все такое. И так с каждым самолетом только за прошлый месяц от этой взлетной полосы оторвались 1730 машин. Мария Черешнева, Павел Теунов, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск.